МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомит наши корреспонденты и я, Ольга Пырычкина. Смотрите сегодня. Битва за урожай. В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации. Страшная находка. В Чебоксарах обнаружили машину, которая пропала 10 лет назад. Генеральная уборка. Активисты Народного фронта обнаружили несанкционированные свалки. В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая. Соответствующее распоряжение глава Республики подписал сегодня. Уборочные работы затягиваются. Какая поддержка будет оказана, аграриям обсуждали в Яльчикском районе. Муниципалитет принял членов выездного заседания правительственной комиссии по вопросам АПК и коллегии регионального Минсельхоза. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Комбайны и трактора к работе готовы, но пока выехать на поля невозможно. Из-за дождей в почве накопилось огромное количество влаги. Южные районы могут приступить к уборке в ближайшие дни. В хозяйстве комбайн рассчитывают на большой урожай. Чтобы не допустить потерь, зерно будут сушить в специальном комплексе. Также у нас все подготовлены склады для хранения семенного материала и зернов урожая. Закреплены кадры, утвержден рабочий план уборочных работ. Уборочных площадей у нас 1355 гектаров. Это в том числе 550 гектаров зимы. Они перезимовали хорошо. В прошлые годы уборка зерна начиналась в середине июля. Этим летом сроки сдвинулись. По прогнозам на две недели. Планы агрария в погоду нарушила и весной. Посевная завершилась поздно. В прошлом году мы 18 июля. Первый день вышли на уборку зерновых. В этом году пока не предвидится. Даже 10 августа под сомнением. Поэтому все работы будут затягиваться. Это и уберем ли еще без потерь. И картофель, и посевозимых, и другие работы накапливаются. На сегодняшний день отрадно, что у нас не было сушильных агрегатов в районе. Холдинг в районе у нас 12 тысяч гектар. В этом году взял аренду, где-то выкупил. Постали сушилку. Решается вопрос по газификации. Из-за обильных осадков зерновые культуры гниют на корню. Пшеницей и овощам угрожает тля. Прогнозы не утешают. Ущерб от потери урожая может превысить 800 миллионов рублей. Пострадавшим хозяйствам в правительстве региона окажут поддержку. Мы еще дополнительно выделили 140 миллионов рублей. На те направления, которые дополнительно должны были выделить. И общий объем государственной поддержки в этом году будет составлять 2 миллиарда 398 миллионов рублей. Хозяйство просчитывают все риски. Помощь аграриям окажут специалисты. Где руководители хозяйств не сориентируются на те рекомендации, которые будут давать специалисты, эксперты, люди с огромным опытом, с огромной практикой. В отдельных случаях есть такие руководители, которые думают, они сами с усами все знают, не учите, не подсказывайте. И будут проблемы. И урожай может остаться на полях. И практически получат они в конечном итоге материальный ущерб. Затраты не покроют. И начнется процедура банкротства, по сути дела. Запасы кормов сформировали большинство хозяйств. Правда, качество сена и зерна вызывает вопросы. На приемных предприятиях необходимо подготовить сушилки. Потребительский рынок должен быть обеспечен мукой высшего сорта. Из-под комбайна те хозяйства, которые не имеют сушилки, они вынуждены будут воспользоваться услугами на возмездной основе. Поэтому, может быть, зерно пойдет из комбайна влажностью там и 25%, и 30%. Значит, может быть, от данного зерна у них 30% просто за сортировку, за высушку или за другие услуги выйдут. По прогнозам, после непростой страды цены на потребительском рынке могут подскочить. Необоснованный рост правительства региона будет пресекать. Мы будем проводить максимально ярмарки выходного дня, чтобы производители по прямым схемам шаговой доступности могли продавать выращенную сельхозяйственную продукцию или продукты питания. Глава республики отметил, что аграриям под силу справятся со всеми задачами. После уборки урожая в кратчайшие сроки предстоит засеять озимыми культурами более 100 тысяч гектаров. Дмитрий Ковалев, Татьяна Раевская, Олег Якимов. Республика. В Чебоксарах возобновили расследование давнего уголовного дела о пропаже двух молодых людей. Их тела обнаружили накануне в реке Волга. Без вести пропавшего в 2006 году молодого человека и его знакомого обнаружили в салоне автомобиля, который находился на дне реки. Машина затонула неподалеку от городского пляжа в районе улицы Афанасьева. Обстоятельства гибели людей пока выяснить не удалось. У следствия множество версий. Их поиски велись на протяжении 11 лет. Пропавший автомобиль обнаружил чебоксарец во время подводной рыбалки. Операция по извлечению машины из воды длилась несколько часов. На месте происшествия работали водолазы и речной кран. 27 июля после подъема автомобиля и доставления его на берег в салоне были обнаружены тела предположительно пропавших без вести парня и девушки. При осмотре салона машины были обнаружены паспорт и водительское удостоверение на имя молодого человека, а также свидетельство о государственной регистрации автомобиля. В связи с появившимися новыми сведениями, первым отделом по расследованию особо важных дел в следственном управлении Следственного комитета по Чувашии, расследование уголовного дела возобновлено. Созначенный медицинский решается вопрос о назначении автотехнических судебных экспертиз. В столице Чувашии подвели итоги социально-экономического развития за первые полгода. В каких направлениях работы преуспели, на что необходимо обратить внимание и где форсировать темпы. Обсудили расширенным составом с участием членов Кабинета министров и председателя Госсовета Чувашии. О некоторых цифрах далее в выпуске. Индекс промышленного производства составил 110%. Большая часть предприятий увеличили объемом. Средняя заработная плата выросла на 8% и превысила 28,5 тысяч рублей. Снизился уровень безработицы. Увеличились налоговые поступления в бюджет, во многом благодаря оживлению работы на предприятиях концерна-тракторные заводы. В то же время спад производства регистрируется на отдельных предприятиях легкой промышленности и строительной отрасли. В последнем случае из-за падения спроса на жилье. Под пристальным вниманием правительства республики реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Председатель счетной палаты Светлана Арестова отметила, при проведении аукционов необходимо тщательно оформлять документацию, чтобы конкурсные процедуры были более эффективны. Тем не менее, оставшиеся 984 семьи будут переселены в этом году. Серьезную озабоченность вызывают и несостоявшиеся аукционы на рекультивацию пехтулинской свалки. Поступление собственных доходов в бюджете на 2017 год запланировано со снижением к уровню 2014. Между тем, налоговый потенциал у города огромный, отметила министр финансов Светлана Янилина. Необходимо активнее работать с организациями и предпринимателями в части уплаты налогов, создания дополнительных рабочих мест, легализации серой занятости. Обсудили перспективы развития столицы и выполнения программ. В городе реализуются 14 масштабных проектов. Подробнее об этом на следующей неделе в программе «Республика». Найти и ликвидировать несанкционированные свалки – такова цель проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». В ходе очередного рейда активисты обнаружили еще две проблемные зоны в республике. Подробности в нашем репортаже. Свежий воздух, зеленые деревья и юльское разнотравье. Вот она, сельская идиллия. Так можно было бы сказать про деревню Табонары, что в Цивильском районе, но в общую картину совсем не вписывается свалка в овраге. А почему сюда выбрасываете? Ответ на наш вопрос мы так и не услышали. Зато увидели, что накопили некоторые местные жители. Пластиковые бутылки, картонные коробки, пищевые отходы. Это при том, что чуть повыше оврага стоят мусорные контейнеры. У нас сперва на сходах граждан решили, что попробуем сперва сделать контейнер. А потом, если так и не понравится, будем вывозить мешками. Договор у нас заключается сейчас как знамя муниципального учреждения, наше же, сельского поселения, на вывоз Табо-ЦО «Мой дом». 40 рублей с человека в месяц. За эти деньги мусор соберут и увезут на полигон в Канарах. Сумма небольшая, но договоры заключили всего около 60% жителей. Остальной мусор копится в овраге. Еще несколько сотен метров пути, еще один овраг и еще одна свалка. Только побольше. Глава поселения пытается оправдаться. Наше поселение находится недалеко от федеральной трассы М-7. И заезжают. У нас был организован субботник. Мы, как видите, убрали, но опять в этом месте. Опять начали вваливать мусор. А так с людьми и гражданами поселения убираем. Стараемся, конечно, и волоски делать, как называют, сидеть ночью ловить. Но пока этого результата у нас не было. Чтобы результат был, активисты ОНФ предлагают устанавливать фотоловушки. Но это один из вариантов. Меры должны приниматься комплексно. Проводить информационно-разъяснительную работу на уровне муниципалитетов. Чтобы они в ближайшее время, в кратчайшие сроки, организовали все-таки в населенных пунктах контейнерные площадки и наладили сбор и вывоз мусора. За время генеральной уборки в Чувашии выявили около 60 незаконных свалок. Часть из них уже ликвидировали. Остальные устранят в ближайшее время. Таня Суя, она крашивает, жена. Вот вместе все делали. А так, короба ставим, тут кота, тут козу. Анатолий Михайлов – местный житель. Вместе со своей супругой они сделали, казалось бы, невозможное. Вместо свалки обустроили зону отдыха. Всевозможные инсталляции фигур из резиновых покрышек и пластиковых бутылок. Переработка вторсырья, как говорится, наглядно. Супруги благоустраивают территорию уже 4 года. Была бы такая грязная площадка здесь, конечно, людям неуютно было бы. А сейчас люди радуются. Мне очень приятно. Мы с женой радуемся. Я сам удивляюсь, почему так у нас сейчас не любят, не ценят природу. Природа же сама прощает это. От нас все зависит. Красота эта от нас зависит делать. Улучшить экологию можете и вы. Интерактивная карта свалок ОНФ в этом поможет. Добавить проблемную точку просто. Нужно указать координаты и прикрепить фото или видео. Каждый адрес обязательно проверят и свалку ликвидируют. Или еще один способ. Гораздо проще. Не мусорить. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. На биологических очистных сооружениях, куда приходят канализационные стоки Чебоксара-Новочебоксарска, продолжается реконструкция. Сейчас там строят новые сооружения взамен устаревших. Как продвигаются работы и как новшества скажутся на экологии региона. Полвека. Столько в этом году исполняется так называемой первой очереди на биологических очистных сооружениях. Это комплекс конструкций, через которые проходят канализационные стоки во время очистки перед сбросом Волгу. За 50 лет сооружения устарели и износились. Сейчас на замену первой строят третью очередь. И это не просто обновление конструкций. В технологической цепочке появятся новые звенья, что сделает запросы в Волгу еще чище. Здесь существует в третьей очереди набор таких сооружений, как локальная очистка. Это вывод фосфатов, чего раньше не было на первой очереди. Также здесь сооружения нитридоинтрификации, которых также не было на первой очереди. Фосфаты и соединение азота, так называемые биогенные элементы, они как раз и приводят к цветению Волги в летний период. Основные сооружения из бетона уже построены, подземные коммуникации проложены. Сейчас на БОС готовят документы для аукциона по выбору генподрядчика для завершения работ. Это монтаж оборудования, пусконаладочные работы, благоустройство. Полностью заработать с третьей очереди честных должна к 2021 году. Сегодня в Чебоксарах прошло заседание Межрегионального аккорридационного совета партии «Единая Россия». В нем приняли участие депутаты Государственной Думы, секретари региональных отделений Чувашии, Республики Мариэл, Мордовии и Нижегородской области, координаторы партийных проектов. Сейчас в России действуют 27 партийных проектов. Самые известные из них – детские сады детям, местный дом культуры, парки малых городов, безопасные и качественные дороги и другие. В частях успешно реализуются в Чувашии. Например, в проекте «Городская среда» участвуют 9 муниципалитетов. На это направлено 280 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. В рамках проекта «Детский спорт» отремонтируют 20 спортзалов в сельских школах. Модернизации подвергнутся более 30 сельских домов культуры. Это еще один проект «Единой России». Такие проекты – основной инструмент в работе партии. Главное, чтобы жители регионов видели, как они воплощаются в жизнь. Нами поставлена задача очень детально разобрать все, что было обещано людям в ходе избирательной кампании в Государственную Думу. Это накладывается на существующие проекты. И мы сегодня послушаем регионы, как у них эта работа начата. И нам очень важно понять, все ли здесь идет так, как задумано, и принесет ли это пользу людям. Сотрудники госавтоинспекции «Чувашии» подвели итоги работы за прошедшее полугодие. За это время на территории республики зарегистрировано около 600 дорожно-транспортных происшествий, в которых 60 человек погибли и более 700 получили травмы. В начале года отмечался рост числа аварий с участием пешеходов. Сейчас наблюдается тенденция к сокращению. ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, стало меньше в половину. По-прежнему нередки случаи выезда мотоблоков на федеральную трассу. Как правило, они создают аварийную обстановку для участников движения. Фактически мотоблоки не предназначены для передвижения. У них совсем другое назначение. Средства для улучшения работы сельского хозяйства. То есть для проведения сельхозработа, только на месте проведения. Она должна привозиться тележкой и увозиться. То есть она должна ездить только в огороде, я еще говорю, или в поле. Она должна все-таки выходить уже законодательно, что данные трансфорные средства должны нести ответственность. Она уходит на дорогу, все. Профилактика ДТП – одно из приоритетных направлений в работе сотрудников госавтоинспекции. В ближайшее время они планируют проверить все школьные автобусы в республике. Те, которым больше 10 лет, снимут с эксплуатации. Татьяна Филатова, Алена Алексеева, Александр Петров, Республика. Это все новости. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость-студия, старший помощник, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Чувашии Олег Дмитриев. Я же с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!